Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Ирина. А кто сегодня с нами впервые, присоединяйтесь, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. У меня сегодня маникюр. Вот такие вот ручки. Указательный ноготь сломан. Как говорит клиентка, ей не подошла эта форма. Она всегда носит квадрат, но вот мы пару раз сделали овальные ногти и что-то пошло не так. Постоянно что-то ломается, то на одной руке, то на другой. И вот мы решили вернуть старую форму. Для начала уберем длину все под один ноготочек, под указательный. Правда клиентка попросила оставить чуть-чуть длиннее, уж очень непривычно ей ходить с такими короткими ногтями. Я уже в это время сняла материал, убрала длину и теперь опиливаю форму. Делаю квадрат, слегка скругляю углы, чтобы были не очень острые. Шлифую поверхность ногтей. У меня еще осталось базовое покрытие на ногтях, поэтому смело размахиваю пилкой, не доходя до натурального ногтя. Далее приступаю к маникюру. Отодвигаю кутикулу пушером. А для того, чтобы вычистить птерики, сегодня использую конус с красной насечкой. Работаю на 15-17 тысячах оборотов. Для того, чтобы зашлифовать боковой валик, хорошо оттягиваю кожу пальцем левой руки. Это нужно для того, чтобы шлифуя боковой валик, не пилить боковую стенку ногтя. Далее переключаю реверс и обрабатываю правую сторону. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После работы конусом срезаю кутикулу ножницами. Если что-то где-то мне не нравится, могу доработать накожницами. В этом нет ничего страшного. А далее шариком с красной насечкой шлифую кожу вокруг. Прохожусь по срезу. Убираю все заусенцы, если где-то что-то осталось. И все хорошенько зашлифовываю. Эта фреза имеет мягкий способ. Поэтому после нее уже полировщик не нужен. Прохожусь по срезу. Теперь подготавливаю ногти к покрытию. Как обычно дегидратор и праймер. Следующим этапом покрываю базой. Ногти у моей модели прочные, крепкие. Поэтому жидкая база от торговой марки Атика отлично подойдет. Не наваливаю слишком много материала, потому что ногти и так выпуклые, арочные. И если добавить еще два слоя цвета и топ, будут плюшки. Поэтому стараюсь как можно тоньше выровнять базой, дорабатываю блики тонкой кистью и отправляю в лампу. Сегодня в работе буду использовать цветник торговой марки Милана 080 нежно-голубой. Покрываю ногти в два слоя. Для этих ноготочков хотелось бы покрыть одним слоем, чтобы еще больше не создавать толщину. Но не очень получается. Гель-лак слегка полосит. Поэтому, как обычно, два тонких слоя. На липкий слой гель-лака отпечатываю фольгу. Вот такая вот у меня сегодня прозрачная фольга, очень красивая. Сразу отпечатываю на все ногти, кроме одного ноготочка, и перекрываю топом. На большом ноготочке рисую одуванчик черной гель-краской. Для того, чтобы нарисовать красивую серединку, ставлю дотсом точку черной гель-краской и, не просушивая, сухой кистью растягиваю мелкие полосочки на нет. Просушила в лампе. Теперь топом намечаю, где будет наш цветочек. И блестяшками разного диаметра украшаю его. Количество блесточек зависит от пожеланий клиента. Моя клиентка захотела побольше, поблестяще. Так и делаем. Просушиваю в лампе, а остальные ногти покрываю топом. Забегая наперед, скажу, что эта клиентка была уже у меня на маникюре. И, как оказалось, эта фольга вместе с топом отвалилась. Обычно фольга так не делает, но это, видимо, немножко плотнее. И она, как полиэтилен, отошла вместе с топом. Думаю, если бы мы покрыли дважды топом, было бы лучше. Просушила топ в лампе, вытерла липкий слой и остается снять финальное видео. Вот такие вот нежные голубые ноготочки с блесточками у нас сегодня получились. Надеюсь, это видео было вам полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте про колокольчик. И вскоре мы увидимся в новом видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok